Продолжение следует... Потом неуважаемый семинар попытается сказать, какое же из них все-таки лучше и больше соответствует действительности. Значит, Павелс заменит одним высказыванием, по большому счету, оно звучит так. Все из воды и в воду. Это очень мало, очень просто. Тем не менее, к этому оставлено куча комментариев, и он считается террофилософом. Говорит Гекель по этому поводу, что ученые любят такие краткие высказывания по той прямой простой причине, что ученый может свою показать именно ученность, именно о том, о чем мы знаем меньше всего. О чем сказано меньше всего. Так, значит, первая концепция, которая состоит, она состоит в том, что Павелс это первофизик. Что это означает? Это означает, что все родилось в воде и вернулось обратно в воду. С этой концепцией, что она тоже первофизик, полностью смыкается вторая концепция. Вторая концепция состоит в том, что все состоит из воды. Ну, поскольку у нас все состоит, грубо говоря, из фотонов, электронов и протонов, нейтронов, то так, как Павелс считал, что все состоит из воды. Все из воды и в воду. Это называется, что вода и сущность? В полном смысле из воды или фигурально. Буквально. Про первую. Ты имеешь в виду про генезис, что все из воды? Да, про генезис, что родилось в воде, а потом превратится обратно в воду. Это две близкие концепции. Только физик, когда в античном понимании, а не современном. Почему? Физика разве про генезис говорит? Физика же говорит про строение, скорее. Ну, быть может, хорошо, это разговор о словах. Ну, по крайней мере, то и то, оно берет, как бы, воду со стороны сущности. А теперь посмотрим, как на него взять, если мы посмотрим, эту же ситуацию со стороны существования или бытия. Очень часто я Файлес интерпретирую тем способом, что все из воды и с воду на самом деле не четкая формулировка. Четкая формулировка, все из вода. Все есть вода. Это означает в понимании, что бытие, то есть все, есть вода. Бытие понимается в двух смыслах. Как все, то есть как мир. И как существование. Посмотрим точку зрения, на которую, очень бегло, на которую, в общем-то, разделяет Гегель, который, что Файлес таким образом собирается высказать всеобщее, то есть бытие. Он первый философ, у него не было понятия бытия, не было понятия сущего, и он для этого использовал некий предварительный термин, который звучит таким образом, что это у нас, перед нами находится вода. Просто в этом смысле Гегельской интерпретации Файлес является недофилософом. Есть ли только другая точка зрения, которая растет больше времени, когда все есть вода, интерпретируется в смысле существования? Просто в смысле, не в смысле, в бытие имеет два смысла. Первое, это как весь мир, а второе, это как существование. Вот Гегельская точка зрения, что все есть вода, это все есть вода, в смысле, весь мир есть вода. А теперь, что существование сущего есть, как бы, вода. Вот как вот это понимать, я об этом скажу позже несколько подробнее. То есть вот четыре точки зрения, которые я предлагаю фиксировать. Две естественно научные и две как бы философские. Две имеют причину, то из чего состоит, и остальные две имеют то, что такое, что такое бытие. Что есть в бытие. Ну, обратим внимание, что все из воды и воду, когда оно понимается в двух смыслах, то есть в физическом, как все из чего состоит. Вопрос сразу же задается, каким образом состоит. Тут некто начинает ссылаться по рестотельному, по моменту, не имеющего отношения на самом деле, никакого к фалесу. Он говорит, что все состоит из воды, но тем способом, что вода выступает в качестве сгущающегося и разряжающего. То есть телевизор состоит из воды, если она достаточно густа. Воздух состоит из воды, если она достаточно жидка. Обратим внимание, что в так подобной точке зрения, если мы внимательнее к ней присмотримся, про него сказать нельзя, что все есть вода. Действительно, все из воды и воду. Мы видим, что как две виды формы сущего, не формы бытия, а именно пространство и время, у нас оказывается отличим от своей воды. Это нужно для того, чтобы говорить о сгущении и разряжении этой самой воды. Мы фиксируем эту позицию. У нас есть некая субстанция или материя, и она дана сразу же в нескольких формах, которые, безусловно, образом к этой самой субстанции не сводятся. То есть телевизор, естественно-научная точка зрения, предполагает так же, как в современной физике, различие пространства и времени и всей остальной материи. Вот это такая точка зрения. Теперь по поводу генезиса. Приписываю Фолесу следующее замечание, что это возникло по той простой причине, что он обратил внимание, что сперма жидка. Вот что сперма действительно как бы жидка, и по этой простой причине он говорит, что все из воды в воду. То есть все рождается из жидкости и возвращается в жидкость. Это другая точка зрения, но она предполагает нечто похожее. То есть у нас возникает история генезиса. То есть нечто зарождается в воде, потом обладает собственным существанием и собственным бытием, и потом возвращается обратно в воду. Нам постоит каким-то образом попытаться объяснить этот своеобразный феномен, когда одно становится всем другим, что потом вернутся к этому самому родному. Как вот с этим работать, я не знаю. Теперь обратил внимание... Я считаю про то, что вода является первым, но это существуют же традиции религиозные. Да, существуют. Поэтому как бы не то, что там он заметил, что сперма жидка, да? А просто существуют религиозные традиции, что все произошло из океана, прародителей всего. Да, если считать десилы. Да, конечно, конечно. То есть это на самом деле просто один из способов... Мифологического понимания мира. Да. То есть им это не в чем на лу. А в воду, дорогим образом, уходят? Уходят в землю, а не в воду. В воду не уходят. В океан. Вот когда мы говорим про разрежение и сгущение, имеется в виду, что существуют четыре стихии. Просто все эти четыре стихии по сущности являются водой в том смысле, что земля это просто как лед, да? Это отвердевшая вода, как бы воздух, это как эта испаренная вода, да? Ну, а огонь как бы там с водой, наверное, не очень соотносится. Но тоже, наверное, как-то понимается. То есть как-то можно пытаться найти аналогию между тем, что вода имеет три состояния. Твердая, жидкая, газообразная. Да, ну и очень важно понять, что при подобного рода подходе к Фалесу мы видим многое, что интересное. И мы видим, что он не философ ни фига. Ну, совсем не философ. Ну, это на самом деле нет. На самом деле, по основному вопросу это должно быть так. Является ли высказывание Фалеса философски? Мы можем понять не философски, а можем понять философски. Да. Но только просто ты как бы это разделение не очень четко проясни. Как раз он состоит в том, что если Фалес ведет разговор о генезисе, то он не философ. Поскольку генезис это как бы не философский подход к проблеме. Да, возможно. А если это как бы разумово сущности, то это уже философ. Из каких состоит из четырех, пяти, шести и семи? Это вопрос опять физический. Это у меня вопрос как таковой философский. Нет, но вопрос физический, как бы он во времена Фалеса был опять же философский. Ну, давайте попытаемся все-таки посмотреть на то, что я считаю философский подход. Философский подход, в смысле интерпретации Гегеля, он состоит в том, что все есть вода, нам надо установить нечто в воду в качестве поистине всеобщего. То есть в качестве мира, в качестве некоторого бытия. Но с другой стороны, нам надо ни в коем случае не потерять в него некой чувственной достоверности. То есть у Фалеса вода, безусловно, она обладает некой чувственной определенностью. Но с той стороны, ей предположено некое понятие всеобщности, то есть весь мир. Налицо решающая противоречия, для которого для Гегеля в лекциях по истории и философии будет важным, источник всевозможного движения, что чувственная, то есть вода, ее определенность вода, отличается от ее, по сути, всеобщего характера, от того, что она из все. В этом смысле Фалес только приготавливается к тому, чтобы высказать великую философскую истину по Гегелю. Он только к этому готовится, но ему ни в коем случае это не удается. Поэтому у Фалеса по Гегелю получается замечательный характер недофилософа. Теперь обратим внимание к попытке другой интерпретации, которая мне является достаточно интересной и важной, в Фалесовской философии. Она состоит в простом наблюдении, что существование вещи, это есть ее непосредственное. Вещь нам дана непосредственно. Что значит вещь нам дана непосредственно? Это означает, что между мной и вещью нет никаких посредников. Но в самом деле распространенная в широких массах и также и в науке гоносиологическая схема по поводу того, что есть предмет, потом из этого предмета выпускаются какие-то лучи, потом они попадают в органы чувств, а потом они попадают в сознание. Она как бы не выдерживает критики основания. Действительно, говорит это вместе Аристотель. Здесь мы оказываемся в ситуации парадокса третьего человека и регресса бесконечности. Но в самом деле, для того, чтобы сравнить разницу между органами чувств и предметом, нам нужно посмотреть на эту ситуацию по помощи другого какого-то органа чувств. От того третьего, от того четвертого, от того пятого, от того шестого. Поэтому ни один из философов, по большому счету, не разделяет этой странной точки зрения, когда вот есть у нас такая забавная триада. Кроме того, философы полагают, что невозможна и следующая ситуация. Когда у нас есть некий предмет, потом и знание от предмета, и предмет от знания отключаются как две разных определенности принципиально. Мы же все хорошо знаем, что наше знание или наш контекст замечательным образом определяют нам наш способ восприятия. Это опять показывает на том, что сознание по отношению к предмету ведет себя в качестве непосредственного. В самом деле, посмотрим с этой позиции, с некой высокой рефлективной позиции, что когда у нас любой предмет, например, вода, выступает в качестве непосредственного перед нами. Что это означает, что она выступает в качестве непосредственного? Это означает, что она и есть все. Предмет, любой предмет, положенный в качестве непосредственного для сознания, превращается в уникальный предмет. За его предделами нет ничего и никогда. Он является всем. Все есть вода. Поэтому мы понимаем, что с позиции рефлексии, рефлексия может констатировать только один простейший факт. Факт непосредственности нашего восприятия. И факт непосредственности нашего восприятия приводит к тому, что все есть вода, предмет становится всем. Он поглощает с собой весь космос. Это другое и очень высокое понимание существования вещи. Таким образом... То есть это экстатический образ? Да, это некий экстатический образ. Некий экстатический образ. Пока мы находимся в ситуации знания, мы думаем, что есть фикус, есть телевизор и другие известные форесу предметы. И не только форесу. А когда мы оказываемся в некой ситуации рефлексии, когда мы понимаем, что эти предметы на самом деле для нас не выступают в качестве чего-то опосредованного, а выступают в сущности своим непосредственным, они превращаются в нас в некую уникальность, в некую единственность. Все есть вода. Почти хочется сказать, все есть телевизор. Тогда непонятно, причем есть вода, потому что можно сказать о любом предмете так. Любой предмет в неком экстатическом опыте представляет собой одно. Потом очень важно, что они теряют при этом нисколько своей определенностей, но все становится фикусом. Ровно так же, сколько все становится. Да, просто здесь требуется объяснить, что такое экстатический опыт. Это некий, как бы можно было выразиться другими терминами, медитативный опыт, при котором наше внимание полностью погружено, наше внимание полностью захвачено одним предметом. И мы вот, упираясь в этот предмет, не отвлекаясь от ничего, кроме него ничего не видим. Да, но мы самое важное понимать, что мы его рефлектируем. Да, мы все правильно его рефлектируем. Мы рефлектируем себя, и эта рефлексия показывает нам уникальность и бесконечность предмета. Можно медитировать просто так, взять воду, на нее смотреть, и в медитации можно добиться того, что кроме воды больше ничего не будет. Наше внимание будет полностью поглощено, полностью захвачено водой. Да. Вот об этом опыте. Да, я хочу... Возражение здесь состоит в том, что почему тогда упали... Вода не отвечает. Именно вода. Почему именно вода? А почему не выбрана вообще все, что угодно? Ну, ответ-то как тот же самый. Потому что форес наблюдался за тем, что сперма жидка, да. Получается, что как бы Палис высказал, что все есть вода, и в данном случае вода, это есть нечто случайное. А мог бы высказать, что все есть, там, не знаю, земля, а мог бы сказать, что все есть... Иопея, или воздух. Да. А он сказал, что вода. Да, ну, это странно немного. Действительно, это является слабостью подобного рода интерпретации. Иваним, да. Тут как бы есть... С одной стороны, мы видим, что форес – это высокий философ. Мы видим, что его философия, кроме того, не фрагментарна, а философия его полна. И по сути, он первый различил по-настоящему сущность от существования. Сущность от существования именно в том, что как некая сущность вода, и, с другой стороны, она выступает для сознания в качестве чего-то непосредственно, то есть в качестве бытия, то есть в качестве чего-то существующего. Это способ, хоть и данный в отождествлении, различить между собой сущность существования. Это высокое начало философии. Эта философия уже сделана всем и полностью. Есть еще какие-то замечания по ходу, прежде чем мы перейдем к обсуждению, собственно? Я вот думаю, что все более-менее я сказал. Ну, то есть вот такая вот забавная вещь. И таким образом, я раз фиксирую, у нас получилось 4 различных точки зрения на философии. Я предлагаю каждому из вас, может быть, аргументировать свою позицию, не аргументировать, высказать ее в полноте своей. С какой стороны пойдем? Так или так? Мы с какой стороны не пойдем? Потому что не все захотят высказать свою позицию. У меня, например, не сформировалась никакая позиция. Ну, так это тоже позиция. Ты что? Саша, какая позиция ближе всего? Я пас. Какая, может быть, позиция по этому высказанному? Я вообще не понимаю, зачем устраивать вопрос? Вообще говоря, у меня как бы, прежде всего, возражение есть следующего рода. Вообще говоря, разбиение, которое ты произвел на какие-то позиции, оно неясно. Нет непонятных критерий. Это в чем состоит критерий? Мы случайно находим какие-то виды и взгляды на философию фалеса и их высказываем? Или все-таки есть некий критерий? С позиции которой мы осуществляем какой-то гомоморфный ряд. Да. С твоей позиции это внутреннего опыта. С твоей позиции своего внутреннего опыта можно попытаться рассказать, о чем имел, что имел в виду фалеса? Просто суть вопроса в чем состоит? На самом деле, прежде всего, надо было бы, как фалеса считается в европейской философии, первый философ. И надо было бы, прежде всего, понять, почему он философ. Потому что до него, я же говорю, сказывались такие же действия, что все из воды, океан, прародители и прочее. Надо было бы отличить религиозное, допустим, мифологическое мышление, а от философского. По-моему, как раз я это и отличил, по-моему. Но как в чем, в чем разница? Первые два, когда все из воды, когда все состоит из воды, они действительно от религиозного точки зрения никак не отличаются. И не философ, может быть, он физик. А два остальных, как бы, один это, что он не дофилософ, он пытался высказать термин бытия, в смысле бытия всего сущего. И вторая точка зрения, что он пытался высказать непосредственности предмета для сознания. Он, получается, философ. Хотя разный масштаб. Я думаю, конечно, что Фалес... Конечно, одно дело, как мы теперь можем интерпретировать, какие есть варианты интерпретации высказывания Фалеса, или другой, а то совсем другое, что имел в виду сам Фалес. И как бы, что имел в виду сам Фалес, там мы его восстановить уже не можем никак, раз есть, так сказать, различные варианты интерпретации. Но, скорее всего, он имел в виду самую простое, как бы, что все состоит из-за воды, как бы, в смысле физики. В смысле физики. Фалес, Фалес, Натуро-философ. Ну, здорово, короче, что им сказать. Только еще раз, как бы, я просто вопрос задал, как бы, это первая постановка вопроса, и надо было точно различить, в чем состоит, как бы, и экологический, и религиозный подход, а в чем состоит, как бы, в ситуацию. То есть, по-моему, как бы, если как бы на это смотреть, как я это понимаю, да, правильность состоит в том, что любая мифология, любая религия, она начинает разговор о генезисе, да, она, способ, как ему, она объясняет происхождение чего-либо, это происхождение связано с каким-то, с каким-либо родом порождением, да, одно порождает другое, там, как боги, друг друга порождают. То есть, когда разговор идет о генезисе, когда разговор идет о создании, да, когда разговор идет о некой временной последовательности, да, как одно возникало из другого, да, когда и речь идет о религиозности, тогда и речь идет о мифе. Собственно, вот, если брать Платона, у него ведь точно так же, да, у него есть два развлечения там, как бы, есть у него мифы, а есть у него, как бы, вот, собственно, философские произведения. Они отличаются этим самым, что когда он говорит о мифе, он рассказывает некую историю, как, что и с кого произошло, и как, что, с чем там взаимосвязано. А когда речь идет о философии, там совсем другой постановка вопроса. Так вот, когда мы теперь переходим на философские основания, то вопрос всегда ставится так, что есть причина или сущность. Или как вот Аристотель давал, вот у него есть термин такой архея, что является первой причиной всего. Собственно, как первый философ, они пытались ставить вопрос именно в этом случае. Что является сущностью, что является первой причиной, не в смысле генезиса, а в смысле сущности. Когда... Все состоит из воды. Ну, понимаешь, что значит, что все состоит из воды? Вопрос о сущности. Что является сущностью всего? Вот, можно, если фалис философ, то он хотел сказать, что вода есть та самая сущность, из которой все состоит. Ну, состоит... И тут вопрос... В чем тут проблема? Проблема состоит в том, что действительно здесь вопрос, который мы обычно связываем с физикой, вопрос, который сейчас мы привыкли называть уже вопросом философским, здесь как будто смешано, да, неразличено. Почему? Потому что фальс стоит вот на такой изначально неразделенной точке зрения. Но еще физика и философия, они еще не разделились. Поэтому, когда он говорит, что сущностью всего является вода, это именно та самая первая философская точка зрения. Потом другой скажет, допустим, что сущностью всего является вода, а потом скажет, что сущностью всего является огонь. Когда ты говоришь, что сущностью всего, ты имеешь что-то материалом для всего? Ну, вот, например, современная физика это скажет как? Что сущностью всего является? Если вот мы встали на позицию современной физики. Какие-то поля, да, или частицы являются сущностью всего, да? если мы будем говорить обобщенно нужно сказать не сущность всего, а материалом всего или материи для всего понимаешь, нельзя так сказать, что материи всего когда ты говоришь о частицах то ты имеешь ввиду некую определенность это что значит материал? материал это нечто неоформленное неопределенное, материя это нечто что требует оформления, когда ты говоришь про частицы или говоришь про поля, в них вклад вложен определенный сущностный смысл это нечто определенное, она обладает это определенность как как некоторым содержанием. И поэтому это не пустой высказывает. А, смотрите, то есть вопрос от сущности, оказывается, в смысле греков, да? То есть это тот вопрос, который, как ни странно, физика современная не удерживает, опять-таки. Ведь ее ответ, что, и она же не знает ответа такого, что является сущностью происходящего. Она говорит, а она состоит как из техничеков, из атомов, там, различного сортов, и еще есть про геи, говорит они, поговорит физика. Ну, например. А ведь вопрос, что является сущностью, получается, как ни странно, я-то думал, что физика как раз этот вопрос и обсуждает. Но вопрос, как ни странно, о сущности, то есть этот технигреческий вопрос, по большому счету, он тоже, оказывается, недоступен. Не только вопрос о существовании, но вопрос о сущности, получается, недоступен современной науке. Просто так вам не рассуждают. Ведь то, что квантовые поля, и все, из чего состоит мир, они получают с ними это отношение к вопросу о сущности. А что имеет отношение к вопросу о сущности? Ну, сущность же это нечто другое, ты говоришь, что является сущностью чашки. Но если ты скажешь, что эта чашка при этом состоит из ручки и чего-то еще, и чего-то еще там, и квантовых полей, и атомов, то таким образом ты не дашь вопрос на вопрос, что является сущностью чашки. Ведь сущность чашки состоит нечто совсем другое. Сущность чашки, например, состоит, может ли, возможность хранить чай дневовика? Он хранит нею чай, и это является сущностью чашки. Да вот. Белушку еще хранит. Но это как бы первый, это только ввод в саму проблему. А дальше это сущность. Вот ты говорил еще о, ввел такой термин сразу бытии. Если брать фалис, то разговор о бытии для фалиса еще невозможен. То есть, фалис, надо начать с того, что фалис вообще даже в своем высказывании не различает такие вещи, которые мы уже привыкли различать, как явление и сущность. У него вода, которая плечется в Идейском море, когда так чувствуется конкретная вода, она одновременно является и сущностью. Ведь вода, которая плечется в море, которая является чувствственно конкретной, это явление воды. И он бы должен был различить две воды. Одну воду, как некую субстанцию, некую сущность. Ну, скажем, нечто текущее. Ему надо было придумать какой-нибудь специальный термин. То есть, он должен был различить воду как сущность и воду как конкретная явленность. Ту самую воду, которую он наблюдает в природе. Вот он этого развлечения не делает. Это первое развлечение, которое не делает. Второе развлечение, которое он не делает, Он не делает развлечения действительно между сущностями и бытием. Для него это тоже немыслимый разговор. Он говорит, ведь на самом деле в каком-то отношении он решает самый изначальный философский вопрос обо всем, как о чем-то едином. Ведь когда он говорит о том, что все есть вода, он имеет в виду также и разговор о том, что все является чем-то одним. Можно было бы сказать, что все есть одно, а можно было бы сказать, что все есть вода. То есть вода здесь не только является неразвлеченным в смысле явлений и сущностей, но еще и неразвлеченным в смысле бытия и одного. То есть на самом деле для Фалеса вот это неразвлечение этих моментов, оно как бы существенная его философия. Это вот такая вот нерасчлененная первичная философия, в котором скорее вот есть некая интуиция, интуиция будущих различий. Различия, которые возьмут параменид, как параменид развлечит бытие, и сущность, да, и различия, которые там, допустим, возникнут у Платона. Он различит там явления и сущность, так как различия чувственно-конкретные вещи и, собственно, идеи. Вот этого различия у Фалеса еще нет. Его философия в этом смысле, она является, как вот ты, говорит, тут закрепил почему-то гигиеной, действительно является еще не дофилософией. Но она не дофилософия не потому, что она, в момент, когда она была высказана, она явилась чем-то недостаточным, а просто с нашей позиции, да, более расчлененной, мы понимаем, что вот эти различия необходимо было сделать. И если они не сделаны и ухвалятся, то это как бы вот недостаток его философии. Недостаток только с нашей уже более умудренной позиции, где вот эти различия все проведены, различия между явлением и сущностью, различия между одним и бытием. А по поводу их статического опыта, да, как бы, и действительно любую философию можно так понять, то ведь эта позиция некарактерна, ну, можно Фалесу, можно Фалесу так интерпретировать. И это вполне, как бы, корректно с точки зрения нашей позиции. Но трудно вменить и самому Фалесу эту позицию. Она просто, если приближайшее рассмотрение, просто критики не выдерживает. Получается, что Бада, как бы, не имеет отношения вообще здесь к разговору. Можно было бы взять любой предмет, действительно. И почему бы не взять любой предмет? И более того, как показывает практика, допустим, индуизма, там, медитативно, такого рода экстатические практики, они приводят к тому, что все есть пустота, а не конкретный какой-то предмет. Потому что если можно сделать всем любой предмет, допустим, предмет, воду можно сделать, а потом стол, а потом там телевизор и так далее, то есть означает, что ничего этого нет, то есть пустота. А если таким образом берется нечто в качестве сущности, например, силу, именно вода, и берет в качестве сущности, а потом пытается рассмотреть ее именно как сущность, то есть как нечто непосредственно. Тогда получается, что вода, как бы, она единственная, но только ее и можно... А почему взята вода, а почему не взята другое? Это уже отношение к физике имеет. Нет, разговор здесь счет состоит. Вот, смотрите, давайте начнем разговор феноменологически сначала. Ведь начальная позиция состоит в том, что есть многообразие. Это нечто очевидное, повседневный опыт, от которого мы отталкиваемся. И, собственно, фальс тоже наблюдает вокруг себя некое многообразие. И он ставит вопрос о том, вот это многообразие сводится к одному или не сводится? Вот как вопрос состоит. Многообразие для него очевидное. И почему-то он его сводит к воде, а не к какому-то другой стихии, или к какому-то другому объекту? Почему именно так? Почему многообразие у него сводится к какому-то одному институту? А если непосредственность у него действительно имеет форму воды? Не предмет, над которым он медитирует. А почему конкретно именно вода, а не нечто другое? Ну, потому что я уже третий раз боюсь сказать. Почему? Нет, ну вот это с кинчайности быть в философии не может. Не может быть так, что философ высказал идею только потому, что а, вода здесь как бы нечто случайное. Ну, другие-то философы, мы попозже будем и не говорить, о Роксимандре, о Ноксимен, говорили один о Маопере, а не второй о воздухе. То есть они ведь тоже говорят то же самое, по сути, но в них нет другой. То есть как раз тогда получается существенная философия Фалюса, получается, все есть, но то, что конкретная вода является существенной, как раз. Еще раз сказать, ты сам начал с того, что философия Фалюса, поскольку высказывания, которые мы можем знать, исходя из каких-то источников, слишком как бы, ну, мало, слишком мало информации, слишком мало высказанной, то мы можем сейчас, конечно, что угодно придумать. Но поскольку мы все-таки понимаем, в чем состоит смысл этой философии, то что философия пытается рассматривать мир иначе, чем, допустим, мифология или иначе, а именно то, что мы сейчас называем научностью. Вот есть некое понимание, что такое научность. Мы не начинаем рассказывать, что Петя произошел от Васи, а Вася произошел еще от кого-то. Мы не пытаемся выстроить эту отсрочку бесконечную, что есть некая история происхождения, кто от кого произошел, да, и до какого-то там 25-го колена знать всех своих родственников, да, и указание на эти 25 колена не означает, кто ты такой. Тебя спрашивают, что ты кто такой. А вот я вот такой-то, такой-то, сын такого-то там, такого-то рода, там-то живой и прочее. То есть, когда тебя определяют через контекст, да, и прежде всего контекст именно в смысле генезис. А философия пытается спросить, а давайте вот как бы отвлекемся от всех контекстов и спросим, а вот сущность вот этого вот передо мной, что? Сущность? Не надо мне рассказывать историю, я это все знаю. А давайте как бы историю остановим, а попробуем спросить, вот есть ли какая-то внутренняя, да, не вот это вот контекстуальное значение, а вот свое собственное, родное значение, внутреннее значение есть или нет? И тогда фальс говорит, да, вот внутреннее, неконтекстуальное значение всего, что есть вода. И это совсем другой разговор. Мы понимаем на самом деле, что как бы мы уже не можем как бы удовлетвориться никакой срочкой, да, вот мы как бы понимаем, что вот все сводится как бы. воде, да, вот она какая-то конечная причина. И в конечной причине мы прозреваем некий смысл, нам она понятна. Допустим, вообще говоря, потом возникнет проблема, связанная с отсылкой причин. Ведь когда мы говорим о причине всего, мы можем указывать, а причина воды в счет состоит? Мы можем как бы дальше строить эту цепочку. А причина вода, допустим, является пространством. А причина пространства является тому, там, можно бесконечно ослать В конце концов возникнет понятие Абсолюта, которое именно встанет как первая причина. То есть отсюда вырастет само понятие этого Абсолюта. Но пока дано простое определение. Дано последняя причина. Как он к этой причине пришел? Почему он ее выбрал? Он выбрал ее просто потому, что ему показалось, что все наполнено водой, что все из воды. То есть в некотором отношении опираясь на опыт. Но исходя из некого опыта, он видит, что во всем есть вода. И отсюда делает уже высказывание о том, что сущность всего состоит из воды. Сущность всего является вода. Но он, я еще раз говорю, не различает явление и сущность, не различает дутие и сущность. То есть для него эти различия немыслимы. Он просто непосредственно высказывает некую интуицию еще. Что сущность всего является нечто одно. А именно вода. То есть он не говорит о различии между сущностью и существованием. Не говорит еще. По-моему, он еще не говорит. И сущность и существование у него одно, и явление и сущность тоже одно и то же. То есть у него вот это есть нерасчемленная первичная форма. Когда он говорит, что все есть вода, он тем самым как бы с одной стороны высказывает тезис о том, что все есть одно. И это уже отсылка, можно как бы переходить, если как-то разговаривать о променении. Потому что к этому как бы вот разговор о бытии, да, это разговор уже о философии променения. А с другой стороны он высказывает о том, что сущность всего есть нечто конкретное. Вот вода. Никаких сущностей отсылает. Потому что все-таки бытие же это не сущность. Правильно? Там он говорит, все. Кто он это занимает под словом? Все. Мир. Мир как целый. Он разделяет уже мысли и немысли. Нет. Или то, ну как бы. Мышление и чувство. Мысленное и с чувственным миром. Я думаю, что еще нет. Мне кажется, тут настолько нерасчемленная точка зрения, что она как бы вот высказана как вот некая интуиция. Вот еще, да. То есть вообще говоря, действительно, перед тем, как что-то высказывать, нужно сделать многообразного рода развлечения. Для того, чтобы то, что ты высказываешь, имело конкретный смысл. А тут еще, поскольку развлечения не сделали, то смысл самый какой-то вот общий. И можно от того, у нас все-таки эти развлечения-то сделаны. И мы можем теперь догадываться, что он имел конкретное в виду. Но видимо он имел в виду все это сразу. Потому что это некая интуиция. У него, кстати, есть еще высказывание, что все полно богов. Вот еще есть такое высказывание у него. Тоже можно пытаться его как-то интерпретировать. Но как там, что магнит притягивает железо, что магнит имеет душу и прочее. Он уже подразумевал, что у вещей есть, кроме внешнего, есть что-то, нечто внутреннее. Раз он подразумевал. Вообще, даже сам разговор о внутреннем и внешнем. Понимаешь, вот эти все различия, которые для нас являются очевидными, они должны быть все-таки еще сделаны. Должна быть проявлена некая история развития, для того, чтобы все это можно было бы высказать. Он просто еще не находится в такой стадии, при котором еще вот эти различия просто не произведены. Но, тем не менее, он уже их отмечает. А как? Если вы только одно скажете, что все есть вода и все. То, что есть боги. То есть, если он говорит, что во всем, как ты говоришь... Все полно богов. Все полно богов, то мы же их не видим, этих богов. Если они невидимы, то есть они нечувственны. Нет, ну конечно же, понятно. И тем не менее, он предполагает, что есть все это нечувственное, есть чувственное. То есть, вы что, полагаете, вы не знали, что есть нечто, что мы непосредственно не видим? Ну нет, то, что мы не видим, это оно, но на то, что оно есть. Как можно сказать, что оно есть, но его мы не видим? Так оно чувственное или нечувственное? Да, в какой мир это я знаю? Если есть нечто, что мы просто так не видим. Да, люди знали. Подожди, ну а в религии там всегда говорится о том, что есть как бы невидимые зримые, да? В чём состоит существо религияр? В частности, состоит в том, что мы восходим из путём неких материальных образов к некому невидимому, нечувственному. Это когда этот невидимый и нечувственный мир, он относится к бытию, или он относится к миру мышления? Или это реально, который можно почувствовать? Вопрос о субъективности. Я понимаю, они все, этих самых действий богов, они ощущают только в качестве результата уже, то есть никто их не видел, никто их не знал, но предполагают, что они есть. Но они есть только через результат, то есть гром гремит, значит кто-то, так сказать, ударил, кто, непонятно, но кто-то должен был ударить, тем самым вводилась причина. Вообще говоря, первый способ объяснения состоит в том, что приводит к некую генеалогию, да, кто от кого там произошел, в частности, как бы, это своего рода указание причины, что каждый из нас, у каждого из нас есть отец, и отец является причиной твоего существования. Да, но отец, это не может быть, вещь чувственная, он был, он есть, можно пощупать, не трогать. Здесь тогда же чувственная вода. А богов никто не пощупает, никто не трогает. Про богов-то ладно, начнем просто с воды здесь. Тогда же чувственная вода, вот она есть, вот ее можно вот взять в руки. Примерно высказать? Воду можно взять в руки, да. Ну тут фраза «все», получается, что «все», если во фразу «все» укладывается в том числе и нечувственное, то, чего мы не видим, то получается, что вода, которую мы щупаем, вот она физическая, из нее состоит и то, чего мы не видим. То есть и те же боги, и те же боги состоят. То есть сейчас вот этот переход от… Если брать более развлеченную философию в Бармейне, там та же самая проблема. Там же говорится, что все есть бытие, как бы, да, то есть, но тем не менее, а вот наши мысли, там, да, вот наш внутренний мир, то есть как относятся к этому, понимаешь? То есть каждый раз этот вопрос можно задавать. И только, допустим, эта современная философия говорит о том, что именно небытие, да, которое мы можем мыслить, не каким образом входит в мир, оно входит в мир через человека. Именно человек, если то место, если так можно выразиться, каким-то способом, каким небытие входит в мир. То есть небытия в мире нет, да, все это, бытие есть, небытие нет, да, но как бы в каком-то смысле оно есть через нас. Понятно, тогда отсюда… Так это уже можно было бы применено такое возрождение высказать? Нет, я к чему веду? Я к тому, что если фалес еще не различал мышление и чувственное бытие, то говоря о том, что вода есть все, он имел только в виду именно физическую сущность. Потому что он тогда каким-то образом уточнил, потому что как-то было бы связь. Если он еще не понимал мышление как таковое, то связать воду с мышлением он никак не мог, мне кажется. Поэтому говоря, что из воды есть все, он имел в виду только вот, что называется, чувственные вещи. Что они становятся в воду. У него, ты же сам начинаешь того, что у него этого различия нет. Он, конечно же, имел в виду, видимо, не только там, он имел в виду все, то, что имеется в виду. У него на самом деле такого, мы сказали, что все из бытие, такого нет. Это просто в некотором отношении, поскольку, ну, принято так говорить, как бы некая традиция, да, что каждый философ высказывался, что есть сущность мира, что есть сущность всего. И как бы, ну, принято строить философу Фалес именно так. Чтобы как-то высказать, что же он хотел сказать. Потому что иначе может быть получиться так, что у него высказывание есть, что все из воды в воду. И можно это понять тем способом, как понимая себя вместе. Что есть некий генезис, как бы, и можно было бы рассказать о том, как все произошло из воды. понятного то делаю высказывать так мы скажем что все так вот это под этим все разумеется конечно же весь космос все человеческое внутреннее она не является чем-то существенным здесь вообще субъективность противостоит объективности такой немыслимо было потом конечно софиса там немножко появится для античного как бы меропонимания это пока еще вопрос ну как бы не поставить это просто ты пытаешь сразу встать на субъективную позицию а как вот наш внутренний мир как он относится субъективной позиции ведь опять же если взять как качество выразить получится что вообще все есть наш внутренний мир все есть субъективно между это обратно вы сказали что спросите пока что есть все есть нечто наши субъективные способа отношения к этому все сведено к некой субъективности все есть на какое-то производство нашей активности вот это был кантовский ответ на этот же вопрос все или что есть все первичный ответ он как раз исходил из того что субъективность она как бы не лечить они разговаривают будет обсуждать что небытья не а куда он берет оттуда быть не быть это как вопрос можно поставить мы идти есть не петя нет хорошо а куда вопрос ставится такой как можно поставить вопрос они быть ей есть его не если говорится о бытии говорится о несущем значит она есть поскольку она говорит поскольку она высказывает поскольку мы его понимаем за что в каком-то смысле есть но говорит о том что его нет сначала как бы ставится некорректным образом ходится почему нет а потом он отрицается но это возможно потому на самом деле что для фарменида наша внутренняя позиция что мы можем мыслить о небытии она не существенно и мышление он понимает на самом деле как объективное мышление как некое абсолютное мышление поэтому у него в поэме там он куда-то там богам возносит наити можно понять только исходя из того как мы понимаем парменида и более высокий уровень а как иначе различных форм философствами иначе поиск будет непонятен понимаешь что когда-нибудь парменида и скоро очень перейдем так что давай давай это сказать вода это просто чисто случайно физическая реальность может быть у наследует общей традиции что все произошло из воды только он просто этот вопрос ставит по-другому потому что для вообще говоря мифологические традиции что все произошло из океана да там все там все все многообразие богов там вообще весь мир произошел там языке был сначала как бы такой океан а потом из него там все произошло да такая постановка вопроса может быть для парица тоже была важна и он не выбирал какие пытается сказать что там какой элемент выбрать да он просто следовал некой традиции но просто поставил вопрос иначе можно заниматься генезисами перекатить от одного к другому а можно сказать что есть сущность занимается физика как час у нас она занимается работает стоит вопрос о том что есть нечувственный мир сущность некая но не знаю просто ты вносишь в различение какие-то которые для парица несущественно верно это наше развлечение мы говорим о чувственном нечувственном мы говорим о мышлении и чувствует почему вопрос вообще поставил чего высказал с какой цель вообще начаться даже философии так началась вот так я и говорю но это надо просто здесь можно социальная там первые кто поставил вопрос между развлечений чувствами нечувственного фактически мы пытаемся я думаю что вычленить мы можем ставить любые вопросы просто первые кто уже писали на скрижат это тоже так да что первые кто сейчас скрижает но не различий чувственного и нечувственного говорят совсем нет он говорил в других вещах и люди так знали что есть и чувственное и нечувственное и сверхчувственное тогда что он хотел сказать нечувственное но я примерно объясню что на мой взгляд